Фамилия? Багров. Данил Сергеевич. 75-го года рождения, вокзальная, 22. Дорогие друзья, дорогие автомобилисты, мы снова с вами рассматриваем варианты восстановления работоспособности автомобиля, который эксплуатируется с дефицитом средств при очень скромном бюджете или даже как крайний вариант, когда бюджет район нулю. Можно ли что-то исправить, что-то устранить в автомобиле, не имея вовсе никакого бюджета? Казалось бы, банальный вопрос. Оказывается, можно. Сегодня мы рассмотрим как раз такой пример. Всем известная неисправность, в особенности владелец бушевле авиа Т300, это стуки в подвеске, вызванные стойкой стабилизатора. Стойка стабилизатора – это пластина, пластмассовый или металлический пруток с двумя небольшими шаровыми наконечниками на концах. Как только шаровые наконечники изнашиваются, в них появляется люфт, сразу же появляется стук в подвеске. Принципиально важно. Этот стук не критичен в плане каких-то провоцирования аварийных ситуаций, поломок. Он не критичен. Но он крайне неприятен и действует раздражающе и на водителя, и на пассажиров. Такое ощущение, что у тебя вот-вот в ближайший момент или в любом прожжетном времени может отвалиться половина передней подвески вместе с колесом. На самом деле это не так. Но стук устойчиво раздражает всех, кто едет в машине. Его желательно по-любому устранить. В идеальном варианте это заменить стойку стабилизатора. Ну, если средств, допустим, на приобретение новой стойки нет, возможности ее поменять нет, то можно поступить к следующему. Вот на нашем переднем правом колесе стойка стабилизатора отсутствует. Вот она у меня в руках. Вот она стойка. Вот так вот она у нас стоит. Это передняя часть, верхняя часть, это нижняя часть. Вот здесь хорошо видно, что она давно вышла из строя. Здесь вот перемещение практически двухмиллиметровое, которое вызывает огромный стук. То же самое с нижней шаровой опорой. Так что стойка у нас в руках, автомобиль ездит без стойки. Стук исчез. Стук исчез. Мы с вами это проверим сегодня на ходу. А чтобы никаких сомнений не оставалось у наших зрителей, уважаемых, мы сейчас снимем колесо и убедимся, что этот автомобиль ездит без стойки стабилизатора. И уже проехал как бы несколько сот километров. Вот, вполне благополучно. После снятия стойки стук исчез. Под нижнюю часть машины, в район стабилизатора. И смотрим, что вот у нас, вот он, кончик стабилизатора. И он у нас висит в воздухе. То есть стойки здесь, здесь должна быть нижняя часть стойки. Ее нет. Ее, соответственно, нет здесь. И она, связи у нас стабилизатора с амортизационной стойкой, куда верхняя часть шаровая крепится. Ее просто нет. Смотрим, что нам показывает одометр. Вот наш пробег на сегодня. 197 тысяч 656 километров. Машины ездят. Постоянно ездят. В данном случае у нас, что называется, стабилизатор отключен. Путем снятия одной правой стойки. Правой стойки. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит на ходу. Вот мы движемся по дворику. Хлопает люк. Огромный, чугунный, тяжеленный. Подвеска. Ведет себя тихо. В то время, как раньше она стучала, заглушая даже уханье этого могучего люка. Никаких штуков больше. Ни со стороны стабилизатора, ни со стороны подвески. И вообще ниоткуда. На нас не доносится. На нас не доносится. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Дорогие друзья, мы убедились с вами, что машина себя ведет вполне себе пристойно. В городе, на виражах, с приличной скоростью мы двигались. Стуки исчезли, какие бы то ни было в подвеске. В то же время никакой особой валкости, или же тем более отсутствие управляемости, потери управляемости, об этом даже речи быть не может. Вывод делаем следующий. Если у нас с вами отсутствует необходимая сумма на то, чтобы устранить стуки в подвеске, вызванные неисправностью стойка стабилизатора, то неисправную стойку, продиагностировав, можно просто снять с машины и таким образом устранить стоки. Никакой потери управляемости, потери безопасности речь в этом случае идти не будет. Подтверждение вывода, который мы получили с вами сегодня, хотелось бы напомнить. Опытные автомобилисты наверняка знают эту историю, что концент Фольксваген на своем самом популярном семействе Гольф 2 именно эта машина продалась максимальным количеством экземпляров по всему миру. Максимально. Был невероятно популярен на всех континентах и буквально на части автомобилей. Фольксваген Гольф 2 стабилизатор перечной устойчивости не устанавливался вообще на конвейере, так как производитель не считал его необходимым элементом конструкции подвески передней. При всем при этом владелец такой машины без стабилизатора мог за свой счет при желании спокойно оборудовать машину стабилизатором перечной устойчивости и испытывать от этого тихую радость. Такие вот дела. Так что стабилизатор вещь полезная, нужная, но не необходимая на автомобиле. Продолжение следует...